Продолжение следует... Моё солнечное детство было омрачено тем, что у меня не было папы, о котором я очень мечтала. А соседки наши очень любили задавать мне вопрос, где твой папа? Но не было у меня папы. И меня прабабушка научила, когда тебя будут спрашивать, ты скажи, собаки съели, мухи залегали. И, конечно же, они этот вопрос мне задавали постоянно, потому что им нравилось, как я отвечала. И, конечно же, собаки съели, мухи залегали. Вот, если мне нравился какой-нибудь дяденька на улице, я могла подойти и сказать, случайно не вы мой папа? Мама готова была провалиться сквозь землю. А ещё я мечтала быть мальчишкой. Мне очень нравилось имя Игорь. И я даже однажды сыграла в Игорёху, когда мы приехали в Ангарск, к моим родственникам. И я вышла во двор, где меня никто не знал, как свету. И пацаны... А я была в шортиках, в рубашечке мальчиковой, подстриженная. И мальчишки ко мне подходят. Как тебя зовут? Такой Игорёха. И мы взяли бутылки, наполненные водой с отверстиями в крышках. И носились по двору, играли в войнушку и стреляли друг у друга. Вот, из этих вот бутылок. Я вся мокрая пришла домой, но не захотела надевать платье. Замоталась в плед. А пацаны кричат, Игорёха, выходи, Игорёха. И я выхожу, говорю, я не могу, у меня мокрое всё. И мой двоюродный брат, который рядом был, говорит, какой ты, Игорёха, это же Светка. Вот так я была разоблачена. Я родилась в городе Иркутске. В 13 лет меня окрестили. Случайно мы зашли в храм помянуть бабушку. И моим родителям взбрело в голову окрестить меня и моего брата. А я тогда носила стрижку с эссом, модную очень. Я-то была не против, конечно, покреститься. Это было всё странно, интересно. Но вдруг батюшка начал проводить со мной какие-то манипуляции, опускать мою голову в какой-то таз, мочить мои волосы, мою стрижку, и ещё выстригать там что-то зловещее ножницами. Но осознанно я пришла уже к Вере, уже, наверное, когда у меня родился ребёнок. То есть я чувствовала, что что-то есть. В детстве меня моя бабушка учила молитве «Отче наш», прабабушка, вернее. И подарила мне невероятной красоты, старинный такой, видимо, на воздухе его крепят, он елочек. Он у меня до сих пор хранится. Встретившись с одной моей старой знакомой на кинопробах, мы с ней шли обратно к метро вместе, и она мне рассказала о том, что она верит в Бога и ходит в храм. Мне это было, конечно, очень интересно. Так она это рассказывала, с таким азартом, что я решила тоже пойти туда, в храм Ильи Пророка в Обыденском переулке. А когда встал вопрос, в какую школу идти сыну, я решила выбрать ему православную школу, и там духовником был отец Артемий. Я у него исповедовалась, там по средам в лицее была литургия, и почувствовала в нем родственную душу, так бывает. Я подумала, что лучше духовного отца мне не найти. И тогда я написала ему в стихах, такое предложение о том, чтобы он стал моим духовным отцом. На что он, в следующий раз, когда я пришла, ходил к одил по храму, по домовому, в Лицеевскому, и так как бы не глядя на меня сказал, ну что, милый поэт, заключим с вами соглашение? Ну и с тех пор, вот лет уже, наверное, 15, как батюшка, является моим духовником. Поначалу ты нуждаешься в нем, как ребенок нуждается в молоке матери. Но потом ты взрослеешь, в том числе духовно, и уже не так часто наши встречи, наши общения, только когда очень что-то надо, действительно выяснить то, что я сама не могу решить, какой-то духовный вопрос. По бытовым я к нему, конечно же, не обращаюсь, не беспокою его зря. Хотя раньше каждый вопрос хотелось обсудить с ним. Сначала я окончила в Иркутске авиационной техникум по специальности самолетостроения. И когда я попала на практику на авиационный завод и стояла, клепала самолеты, я вдруг поняла, что вроде я не туда попала. По-моему, это не мое. И стала думать, что же я могу делать, потому что так провести свою жизнь как-то мне было не очень. И вдруг меня прям пронзила такая мысль, как я хочу быть актрисой. Потому что в школе я ходила в кружок драматический, но я как-то серьезно не воспринимала. И вдруг на меня прям свалилось. Я как раз в Тюрст тогда ходила, мне нравилось очень. И я написала письмо в министерство, потому что нужно было после техникума обязательно два года отработать. Ну, как бы за то, что я получала стипендию, за то, что меня обучали бесплатно. И я написала, я так хочу быть актрисой, а мне надо два года отрабатывать. Ну, это было наивно и глупо, конечно. Но тем не менее, мне пришел ответ, что если я предоставлю справку о зачислении в театральный вуз, то решение о моем распределении может быть пересмотрено. Что я, собственно, и сделала? Я поступила в театральное училище в Нищукино, хотя у меня был выбор между Щепкинским, между ГИТИСом. Я подумала, что это мое призвание, да, действительно. Но потом, я уже снималась в кино, потом началась перестройка. И в кино произошел такой крах. И одно время, в 90-х, ничего не снимали, а если снимали, то это была какая-то пошлятина, в которой не хотелось участвовать. И тогда я подумала, что я могу еще делать, интересно. А я умела играть на гитаре. Меня мальчик в авиационном техникуме научил. Вот. Я стала пробовать писать песни для эстрадных исполнителей. Их пели известные певцы, Арбакайте, Саруханов, Малежик, молодежная группа и так далее. Вот. А потом, когда я встретилась с батюшкой, я вдруг поняла, что я занимаюсь какой-то ерундой. Что надо весь талант направлять на прославление Господа. И я решила попробовать писать в этом ключе. Ну, духовные какие-то песни. Я даже представить себе не могла, что я сама могу исполнять. Я начала эти песни предлагать тем духовным исполнителям, которых я знала. Почему-то никто не соглашался. То есть звезды соглашались, светские какие-то песни петь, а духовные песни не соглашались, не брали. Вот. Но мои друзья все сказали, что Свет, пой сама. Такие песни будут пропадать. Я думаю, ну ладно, попробую. Ну, никогда не мнила о себе, как о певице. И сейчас тоже считаю, что меня Господь много чем наградил, но только не голосом певческим. Поэтому я позволяю себе исполнять, только потому, что я сама эти песни пишу, ну, как автор. И вдруг случается такой всплеск. Вот. И потом я решила попробовать свои силы на каких-то фестивалях, конкурсах. И как-то давай занимать везде первые места. Думаю, так, ну, наверное, это мое. И потом меня стали приглашать. И у меня бывало даже до ста концертов в год. Хорошие времена. И полные залы. И мне показалось, что это мое. Что людям это надо. Люди сидят, плачут на концертах. Потом подходят и говорят, мы весь концерт проплакали, спасибо вам большое. То есть они благодарят за эти слезы. Но когда началась пандемия, и я вынуждена была засесть дома, пришла мысль прочитать рассказ, который меня тронул, который я нашла в интернете. Просто прочесть на камеру. Все-таки я актриса дипломированная. И я это сделала. Я сняла на телефончик рассказ. И у меня тогда был канал с 13-го года, где-то 13 тысяч. Я выложила. И вдруг я вижу сколько просмотров, столько даже на песни не было. Я думаю, так, интересно. Записала что-то еще, что-то еще. И так вот весь этот год, когда мы вынуждены были сидеть дома, я искала рассказы, записывала их. Со временем у меня уже такая появилась своя студия, хорошая камера, освещение и так далее. Главное, чтобы рассказ зацепил. Вот если он меня зацепил, если я рассмеялась или ком в горле стал, такая же реакция будет и у моих слушателей. Это уже проверено. Я даже вот когда сочиняю песни, я иногда сочиняю и сижу реву. Вот выривусь, выривусь, потом меня спрашивают, а как вы так поете и не плачете? А я выплакала, пока сочиняла. Вот и реакция у людей тоже такая же. Как-то вот трогает, растапливает сердца. И для меня это очень дорого. Я в этом, конечно, вижу смысл жизни. В последнее время для меня счастья так мало. Счастье – это свежий воздух, чистая вода, тишина, день, который родился, дождь, снег, все равно. Для меня счастье – сейчас жить. Каждый миг. Может быть, это с возрастом приходит. Когда люди делятся впечатлением, когда на них действуют каким-то образом часто исповедальным. Вот прочту рассказ, допустим, люди пишут, это же про меня. Даже не думали, не замечали в себе каких-то вещей, которые вскрывают рассказ или песни. И когда люди в этом признаются, для меня это самое дорогое, конечно. И тогда я чувствую свою нужность, свою вообще причастность к прославлению Бога. Продолжение следует...